К выборам полностью готовы. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщили председатели всех трех территориально-избирательных комиссий. Всего в городе 168 избирательных участков для почти 400 тысяч челнинцев, имеющих право голоса. Выборы пройдут в это воскресенье, 14 сентября, но на сегодня несколько тысяч голосов уже отданы за того или иного кандидата. Подробности далее. В качестве кандидата в депутаты госсовета в Комсомольском районе зарегистрировано 4 человека по одноименному одномандатному округу, 3 по Меликескому. Из этих семерых трое самоводвиженцы. В ходе подготовки к выборам обновили состав 45 участковых избирательных комиссий. Проведена учеба. Совершенно новая практика, досрочное голосование оказалось более чем востребована. Уже успели проголосовать более 2000 жителей старой части города. Нам предстоит еще провести досрочное голосование на избирательном участке. Подготовка к этой работе ведется. Несмотря на сильно сжатые сроки, всего 6 дней, как мы приступили к работе. Заметную активность голосующие досрочно проявили и в Центральном районе. Почти 3000 человек сделали свой выбор. В трех одемандатных округах, в Центральном электротехническом и в Ахитовском 10 кандидатов. Пять из которых в списках политических партий. Все 67 избирательных участков готовы к голосованию. Впервые в городе на избирательных участках будут установлены прозрачные урны. До этого у нас прозрачных урн не было. 56 участков находится в ведении избиркома по Автозаводскому району. Здесь также решается судьба 10 кандидатов, которые выдвинулись по Боровецкому, Ахитовскому и Автозаводскому округам. Определены помещения для работы участковых избирательных комиссий. Подготовка к Борам депутатов Государственного совета идет строго в соответствии с календарным планом. Отрапортовали о готовности также представителей МВД и МЧС. Все те, которые участвуют у нас, те взяты под круглосуточную охрану. Также 168 УИКов тоже также будет взято под охрану. Служба пожаротушения, водоснабжение тоже полностью проверены. Карточки инструктаж и отработка всех участков произведены. Ответственные назначены. В свою очередь мэр призвал соблюдать аккуратность во время проведения предвыборной агитации, которая сейчас находится в самой активной фазе. Макулатурой мы постараемся не захламлять наши подъезды, наши дома. Поэтому объявлен конкурс на самое большое количество сданных макулатуры. От мэра города будет приз. Пусть наши дворники активно работают. Напомню, что агитация продолжится до пятницы включительно. Ну а суббота, 13 сентября, день тишины. Избирательные участки начнут работу в воскресенье с 7 утра. Каждый избиратель сможет выразить свое волеизъявление до 20.00. Если, конечно, не успел уже проголосовать досрочно. Артем Смолькин, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.